МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. ЗОЖ для всех. Глава Чувашии проверил спортивные объекты Чебоксары, Новочебоксарска. Серебряные волонтеры. Добровольческое движение набирает силу. Танцы, песни и стихи. В столице Чувашии прошел республиканский конкурс-фестиваль Хунаф. Центр серебряного волонтерства откроется в нашей республике этим летом благодаря победе Чувашии во всероссийском грантовом конкурсе Молодой душой. О планах работы Центра и добровольческого движения в целом в регионе сегодня говорили на заседании Совета по развитию волонтерства при главе Чувашской республики. Серебряные волонтеры самоорганизовались в Чувашии еще в 2015-м. Самый успешный проект «Экспресс-бабушки» получил президентскую поддержку. 2019 год станет знаковым для добровольцев 50+, открытием в республике наряду с другими 15 регионами Центра серебряного волонтерства. Он соберет людей, которые могут поделиться своим опытом, жизненным и профессиональным с молодежью. Подготовительный этап проекта включает информационные встречи в трудовых коллективах с сотрудниками от 55 лет и доведение информации о работе Центра. Также помощь в регистрации серебряных добровольцев на единой информационной системе «Добровольцы России». В рамках деятельности нашего Центра планируется разработка обучающей программы подготовки волонтеров и проведение школы активов серебряных добровольцев. Семь волонтерских объединений сейчас официально зарегистрированы в Чувашии. По факту же в регионе действует полторы тысячи таких организаций. Это более 18 тысяч неравнодушных. Столько зарегистрировано. Однако в жизни людей, которые творят добрые дела, намного больше. Просто не все желают оформляться как волонтер. Они помогают по велению сердца вне зависимости от направлений и объединений. Есть предложение добавить еще и такое направление, как патрулирование вокруг школы. Вот у нас мы просто из практики оговорим, но коллега поддерживает в этом отношении. Значит, у нас есть команда пожилых людей, которые прогоняют некоторых жителей, которые выгуливают собак на территории школы. Прогоняют тех, кто, может быть, с бутылкой пива зашел на территорию школы. То есть помогают нам в обеспечении порядка. От их созидательной работы улучшается социальное самочувствие всех. А органы власти, в их числе профильные министерства, должны содействовать созданию условий для добровольцев. Я обращаю ваше внимание, уважаемые волонтеры, уважаемые министры. Мы по отраслям принципу, по территориальным принципам, когда будем отрабатывать, мы должны эти группы некие создавать, управленческие команды, которые будут подсказывать и вовлекать. Опыт в организации волонтеров в республике накоплен. Центру молодежных инициатив доверили отбор волонтеров на чемпионат WorldSkills. В августе в Татарстан отправятся 2500 волонтеров. 25 лучших выбирали из пяти регионов. Отбирали мы волонтеров из пяти регионов. Это Чувашская республика, Мариэл, Нижегородская область, Пенсинская область, Ульяновская область. Всего было получено более 1200 заявок. И при отборе мы давали приоритет тем волонтерам, которые все-таки отработали в стране проекта. Лучшие региональные практики поддержки волонтерства станут участниками Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». В их числе разнообразные проекты для мам с особенными детьми, для молодежи с ОВЗ, направленные на развитие корпоративного добровольчества. Дети и сети и ресурсный центр поддержки добровольчества в Чувашии. За уже достигнутые успехи сегодня наградили активистов. Им вручили благодарность от руководителя дирекции по подготовке и проведению года добровольца. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Президенту России представят доклады по развитию туризма, физической культуры и спорта в регионах. Одной из правительственных подгрупп, ответственных за подготовку, руководит глава Чувашии. Сегодня Михаил Игнатьев проинспектировал работу оздоровительных объектов и побывал на тренировках юных спортсменов в школе по подготовке пловцов. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Этим летом столица республики примет 100-й чемпионат России по легкой атлетике. У спортсменов региона сейчас плотный график тренировок. К масштабным стартам готовят и стадион. На Олимпийском необходимо оборудовать отдельный сектор для метания дисков. Когда мы его строим, уже полностью стадион на 100% будет соответствовать всем требованиям для проведения этого уровня соревнований. Судейский корпус для проведения готов для обслуживания. В ближайшее время здесь, к новому сезону, необходимо подготовить и футбольное поле. За газоном стадиона должны ухаживать квалифицированные специалисты, отметил глава региона. Главный инженер не должен газоном заниматься. Специалист по компетенции должен работать. Инженер, если инженер, у него другие вопросы. После капитального ремонта стадиона к чемпионату мира по футболу здесь была оборудована и система видеоконтроля. Безопасность Олимпийского на высоте. Запись до 30 суток идет на диск. Отсюда у нас на единый диспетчерский бут. На программу «Безопасный город»? Да, на «Безопасный город» 16К. Они сиренизированы. В этом году на Олимпийском намерены оборудовать и площадку для занятий воркаутом. Этим видом спорта увлекаются немало горожан. Спросом у жителей региона пользуются и бассейны. Здесь тренируются будущие чемпионы. В школе Олимпийского резерва отбирают самых выносливых. Мы набираем каждый год по 100 человек и мы их ведем. Это уже будущие спортсмены. Это уже спортсмены-разрядники. Первый разряд, то есть будущие мастер-разрядники. Тренировки в школе начинаются с раннего утра. Так что без силы воли здесь никак. В одном из самых больших бассейнов города Спутника даже днем ни одной свободной дорожки. К лету готовимся. На юг ехать, чтобы поплавать. Бассейн всегда хорошо влияет на организм человека. В ближайшее время в регионе начнется реализация приоритетной программы плавания для всех. Упор должен быть сделан на доступность бассейнов, отметил Михаил Игнатьев. Кто-то с утра приходит, кто-то после 21-22, для них, говорю, гибкие скидки делайте. На 30% дешевле, на 50% дешевле. И люди придут. Но мы, общеобразовательные школы, строили и будем строить в отдельных микрорайонах, в отдельных городских округах с бассейнами. Садики новые сейчас строим с бассейнами. Наша задача с массового спорта, выявляя отдельных спортсменов, в отдельных личностях, представлять уже сборную команду Российской Федерации, которая будет защищать честь Российской Федерации. Вот смысл подхода по существу в этом и заключается. Здоровье ребят зависит и от современной медицины. Так в Новочебоксарске недавно отремонтировали детскую поликлинику. Из бюджета направили порядка 75 миллионов рублей. Настолько масштабных работ здесь не проводили более 30 лет. Здание было возведено в середине 80-х. В то же время и здоровье детей должно улучшаться, и социальное самочувствие у мам и пап должно улучшаться от того, что мотивации у медиков есть, к вам отношения лучше стали, и вы это ощущаете, должны продлить просто свое долголетие. Самое главное, в этом заключается наша работа. Здравоохранение – приоритетная статья расходов бюджета, отметил глава региона. В рамках национального проекта на развитие медицины направят многомиллионные суммы. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Чуть больше месяца осталось до Дня Республики. Масштабные гуляния, как правило, проходят не только в столице Чувашии, но и в одном из муниципалитетов. Каждый год разный район. На этот раз в конкурсе победил Алатарский. Наша съемочная группа съездила в деревню Старой Айбеси и посмотрела, как идет подготовка к празднованию. Здравствуйте, коллеги! Мы сегодня весь день работаем в Алатарском районе. Приехали сюда специально, чтобы посмотреть, как идет подготовка ко Дню Республики. В Старых Айбесиах это будет еще одна площадка. Вот на этой территории, которую сами жители признаются, была раньше заброшенной, они облагораживают, убрали очень много мусора. Сейчас здесь выросли 16 деревянных домиков по количеству поселений. К празднику здесь будет очень много интересных локаций. В Березовой роще, на Дне Оврага и вот рядышком на другой территории. Но об этом, обо всем я расскажу более подробно в понедельник в нашем информационном выпуске «Республика». До встречи! Пострелял и попал за решетку испытания пневматического пистолета, который студент одного из чебоксарских вузов решил провести в майские праздники. На улицах города закончилось для него уголовным делом и арестом. А еще ему предстоит возместить ущерб около 100 тысяч рублей. Подробности в материале наших коллег. В 2 часа ночи, мимо выставочного экземпляра «Шкоды Кодиак», установленного возле торгового центра на улице Ленинского комсомола в Чебоксарах, на скорости проехал легковой автомобиль. Охранник центра обратил на него внимание, потому что после этого обнаружил повреждения защитного стекла вокруг выставочного джипа и на самом внедорожнике. За дело взялись сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 2 УМВД России по городу Чебоксары, которые в течение суток установили, что «Шкода» была обстреляна из «Фольксвагена Пола». Предполагаемый стрелок вместе со своим пневматическим пистолетом доставлен в отделение. Позже в полицию обратились и владельцы автомашины ГАЗ-31-21, припаркованной на улице 324-й стрелковой дивизии. В ночь на 4 мая она тоже послужила мишенью для 23-летнего уроженца Тюменской области, который учится в одном из чебоксарских вузов. Наверное, только в суде, где решался вопрос об аресте подозреваемого, будущий медик осознал все последствия своей выходки. По решению Калининского районного суда, на время проведения дознания студент будет находиться под стражей. Родители стрелка уже перечислили порядка 100 тысяч рублей в счет возмещения ущерба владельцам поврежденного имущества. Конкурс компьютерного мастерства прошел в Республиканской специальной библиотеке имени Толстого. Участники – школьники с нарушениями зрения, которые идут в ногу со временем. Подаренному компьютеру в системный блок не заглядывают. Можно досрочно? Да. Даренному конюк забыли смотрю. Молодец. 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 Перевернутые пословицы «Интернет» или «Майкрософт Ворд». Темы известны, вопросы закрыты. Выбор за участником по принципу своей игры. С помощью какой комбинации клавиш можно собрать ссылки в один список? Ctrl F6. Ctrl F7. Молодец. Горячие клавиши выручают в быстрой навигации. Во время практических заданий на помощь людям с нарушением зрения приходит голосовой помощник. Задание 4. Создать определенные файлы на время, переименовать их, набрать текст. На конечную оценку влияет и знание русского языка. При выполнении каждого задания будет производиться оценка умения, качества выполнения задания, плюс грамотность. Если это будет задание в «Майкрософт Ворд», то, естественно, надо будет соблюдать всю орфографию, пунктуацию. И при наличии каких-либо ошибок, соответственно, будет балл снижаться. Компьютерный конкурс – это итог обучения школьников. Эти ребята несколько лет подряд в качестве факультативов приходили в специальную библиотеку и вместе с тифлопедагогами осваивали персональные компьютеры. Клуб информационных технологий здесь открыли в 2012-м. Конкурсы обычно проводили среди взрослых. Для школьников такое мероприятие организовали впервые. Можно записывать разные лекции или просто писать документы на компьютере. Но вообще знание компьютера сейчас очень нужно. Никуда же без этого. Конкурс назвали «Семицветик». По мнению организаторов, сейчас компьютер – это и есть тот волшебный цветок, исполняющий желания. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Маленькие артисты в столице Чувашии прошел республиканский конкурс «Фестиваль Хунаф». О детском творчестве в нашем следующем сюжете. Сценки, стихи, танцы и песни – и все это на чувашском языке. Вот уже в четвертый раз конкурс собирает воспитанников детских садов. Цель данного конкурса – приобщение детей дошкольного возраста к чувашскому языку. Мы думаем, что это как раз для детей очень интересно, и они с удовольствием участвуют в данном конкурсе. Конкурс проходит по трем номинациям. На родном языке дети говорят с удовольствием. Всего же участники представили на суд жюри более 60 разножанровых номеров. Я буду сегодня на конкурсе рассказывать стихотворение. Я стихотворение училась мамой, и мне не трудно было. Мне очень нравится участвовать на конкурсе, и сегодня я расскажу стихотворение. Мне было не трудно, потому что я знаю чувашский язык. Яльчики Цивильск-Шимурша. В столицу Чувашии съехались дошколята со всей республики. Например, Лера Бородкина из Канаша. Она уже совсем не боится выступать на публике. Для нее это далеко не первый конкурс. Мне очень нравится участвовать в конкурсе, и мне очень нравится рассказывать стихи и петь песни. Наша Лерочка выступает в номинации стихи, стихотворения мы рассказываем о дедушке. К этому конкурсу мы готовились долго, можно сказать, наверное, так. Где-то, наверное, примерно три недели точно готовились. У Леры родители говорят на чувашском языке, и дома тоже, конечно, они говорят на чувашском языке. Но, тем не менее, все-таки пришлось поработать над каждым словом, чтобы правильно его произнести. Я думаю, что у нас это получилось. За тебе чудо дать тебе! За тебе и сам он говорит тебе! Юлия Важенина, Алена Алексеева, Павел Иритков, Республика. В Сочи накануне завершился медиафорум Общероссийского народного фронта. Наша коллега Ольга Пырочкина принимала в нем участие и делилась новостями. Сегодня ее короткое сообщение о том, как прошел последний день форума и конкурс журналистских работ. Добрый вечер, коллеги! Ну что ж, за моей спиной горы и пальмы, это потому, что я нахожусь в Сочи на медиафоруме Общероссийского народного фронта 2019. Ну а в моих руках вот такой вот огромный диплом, который наверняка даже целиком не лезет в кадр смартфона. Но это потому, что форум закончился и у нас завершилась церемония награждения. Это диплом лауреата конкурса «Аэропорт. Имена великих соотечественников». Напомню, что аэропорт города Чебоксара получил имя нашего космонавта Андриана Николаева. Но на самом деле награждение – это не все главным событием дня стала встреча с президентом Владимиром Путиным. С региональными журналистами, с нами он общался практически два часа. За это время мы успели обсудить множество проблем, которые актуальны сейчас на территории всей России. Я просто приведу вам для примера. Говорили о необходимости единого подхода к определению категории семей, которые имеют право на льготное питание детей в школах. То есть семья должна быть признана многодетной, если у нее трое детей и более, а не четверо и более, или даже пятеро и более, как сейчас. Сейчас это на самом деле на усмотрение муниципалитетов. Говорили также о том, что не хватает врачей в глубинках. Президенту даже предложили вернуть такую систему распределения, как было в Советском Союзе, для тех, кто закончил вуз и учился на бюджете. Вот такие вот основные темы. Ну, а я уже скоро буду в Чувашии с дипломом. Встречайте. На национальном телевидении Чувашии продолжается фотопроект 550 кадров. Уникальные фотографии на фоне любимой столицы. И письма с удивительными историями людей приходят из разных уголков республики и страны. Проект 550 кадров возвращает в прошлое и позволяет наглядно сравнить, каким был наш город и какой он сейчас. Крем, бакс, гуталин. Давай почистим, гражданин. С кого полтинник, с кого рубка. Эта фотография сделана в 70-х годах. На ней изображен мой отец Сергей Флериан Сергеевич. Он работал обувщиком, чистильщиком. Тогда в городе Чебоксара было, наверное, всего три. И вот он работал где-то вот в этом районе. Он встречал бы гостей. У нас очень много было тогда гостей. Приезжали, проходы очень стояли. Рядом была гостиница «Волга». И вот он там прямо работал рядом. Вот он чистил обувь и подковы забивал. Я помню, они в соколи ходили, даже он мне забивал. Я говорю, пап, не надо, убери, я не могу. Они цокают. Очень громко тогда было. Их было трое. Я, правда, двоих не помню, как их звали. Дядя Петя и там один без руки. Все они были участники войны. Он, конечно, Чебоксары очень любил город. Как это Чебоксары можно не любить? Волгу. Он катался постоянно на теплоходе, в Астрахань ездил. Это ему все нравилось. Как же мой отец? Я, конечно, очень люблю Чебоксары. И раньше мне здесь нравилось вот то, что старый, когда тут парк Крупской был. Ну и сейчас мне очень нравится. Я вообще люблю Чебоксары. Если я куда-то уеду, я не могу, я даже тоскую, мне что-то не хватает. Потому что у нас здесь спокойно, красиво, вот этот залив. А когда вечером он встречается, это вообще. Тяжело без Чебоксара. Хорошо в Чебоксарах. Чебоксары лучший город. Я здесь живу. И тут будут жить мои внуки, мои дети и все наше поколение, моего отца. Оставить след в истории и рассказать о том, что связывает вашу семью и близких со столицей Чувашии, можете и вы. Присылайте старые снимки на фоне любимых Чебоксар на сайт ntrkshow.ru или приносите в редакцию национального телевизора Чувашии по адресу проспект Ленина, 15. Самые яркие истории покажем в нашем эфире. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова